Сенат США на стороне Украины. В Вашингтоне проголосовали за продолжение поддержки Киева, который рассчитывает получить 61 миллиард долларов на борьбу с российской агрессией. Продовольственный кризис в России усиливается. В магазинах стремительно дорожают не только яйца. Что простым россиянам уже не по карману. Все подорожало. Все подорожало. И сыр подорожало, и масло подорожало, и уясное. Байден призвал Израиль и террористов Хамас сделать паузу в боевых действиях. Шестинедельное перемирие в секторе Газа может способствовать освобождению всех заложников. Путин продолжает терять союзников. Армения больше не ориентируется на мнение главы Кремля и выбирает сторону США и Украины. Почему Ереван больше не хочет дружить с Москвой? Российская власть – это зло. Добрый вечер. Далее обо всем подробно. Сенат Соединенных Штатов Америки окончательно одобрил пакет помощи Украине и Израилю. Согласно документу, Киев должен получить 61 миллиард долларов. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, это очень важная поддержка от Вашингтона, которая поможет и дальше противостоять российской военной агрессии. Сенат проголосовал за продолжение поддержки нашей страны, наших воинов. Решение, ради которого мы очень много работали. Решение, которого ожидали не только мы, но и многие другие народы, в частности в Европе. Мир, который ждет, что американское лидерство и дальше будет твердым, и будет помогать защищать жизни, и беречь свободу. Это действительно придает уверенности и мотивации. Это был первый шаг. Дальше Палата представителей. Голосование конгрессменов там. Ожидаем положительное решение. Надеемся на принципиальную поддержку и верим, что Америка будет в дальнейшем оставаться лидером. Спасибо всем, кто помогает. Благодарю всех, кто ценит жизнь и свободу так же, как украинцы. В Палате представителей США необходимо срочно одобрить законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом идет речь в заявлении президента Джо Байдена на сайте Белого дома. Американский лидер подчеркнул, что данный документ имеет также решающее значение для национальной безопасности США, поскольку цена бездействия, особенно в вопросе поддержки Украины, растет с каждым днем. Украинские военные перешли на новый этап введения войны против Российской Федерации. Его цель – еще больше истощить противника, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский. Сегодня он объехал все горячие точки фронта вместе с министром обороны. Подробнее о том, что происходит сейчас на передовой, смотрите далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Сила обороны Украины удерживает плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. ВСУ отразили очередную атаку российских оккупантов, сообщает в вечерней сводке Генштаб вооруженных сил Украины. Российские штурмовики на левом берегу Днепра не отличаются высоким уровнем подготовки и обеспечения, говорят военные эксперты. Подготавливать штурмовые подразделения требует времени, это требует затрат соответствующего вооружения и обеспечения. Задействуется контингент, который поступает на текущий момент, в ускоренном порядке готовится и также в ускоренном порядке задействуется. На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Белогоровки Луганской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Невельского Донецкой области. Силы обороны отбили все атаки россиян. В Авдеевке продолжаются бои за города и окрестности. Россияне безуспешно пытаются захватить город до так называемых выборов президента РФ, говорят военные. У них огромное количество личного состава, с которым они не считаются, и они экспериментируют постоянно разными группами, используя бронетехнику. У них есть задача, и они пытаются выполнить ее как угодно. Иван Сикач, начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в интервью Радио Свобода. Бойцы 128-й и 65-й бригад на запорожском направлении отразили очередной атаку россиян и взяли в плен 11 оккупантов. Об этом сообщило оперативное командование Запад. А украинские разведчики опубликовали интервью военнослужащего Международного легиона ГУР с позывным «Роберт». Он рассказал, почему польские добровольцы воюют за Украину. Во время этой войны я понял, что Россия является врагом не только Украины, но и врагом Польши и всей Европы. Россия, завоевав Украину, не остановилась бы. Я на 100% убежден, что она пошла бы на Польшу, Молдову, Эстонию и другие страны. И убежден, что Россию надо остановить в Украине. Всего за сутки на передовой произошло 52 боевых столкновения. Вследствие ведения интенсивных боевых действий, наступательный потенциал у россиян снижается, говорят эксперты. Они приостанавливают боевые действия, отводят войска, обновляют их, переформатируют свои подразделения. Но от идеи наступательной на текущий момент не отказываются. И после такого рода действия пытаются продолжать наступать. С помощью дронов Силы обороны Украины только за последнюю неделю уничтожили 19 российских танков и 315 оккупантов. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 397 тысяч человек. За сутки были уничтожены 1090 военных, 8 танков, 19 артиллерийских систем, 27 боевых бронированных машин и десятки единиц другой техники россиян. Российская федерация снова ударила по Херсону. Разрушены жилые дома, два медицинских учреждения и остановка общественного транспорта. По словам очевидцев, огонь по городу россияне вели прицельно, поэтому чудом обошлось без жертв. Управляемой авиационной ракетой Х-59 россияне пытались нанести удар по Одессе. Снаряд выпустил самолет тактической авиации армии РФ, который маневрировал над акваторией Черного моря. Украинское ПВО сбило вражескую цель еще в прибрежной зоне, однако обломки ракеты повредили несколько многоэтажных домов. Также российские войска сегодня массированно атаковали дронами Днепро. Украинские защитники уничтожили 10 шахедов. Под ударом оказался энергетический объект. Также разрушены и повреждены жилые дома. Электроснабжение в регионе уже восстановлено. Армия РФ продолжает терроризировать и Харьковскую область. Из артиллерии был обстрелян рынок в пограничном городе Волчанск. Там погибла женщина и еще один человек получил ранение. Также россияне атаковали ферму в селе Куриловка, где погибли два человека и еще два пострадали. Одна мирная жертва в Никополе. Захвачеки били по городу из артиллерии. Повреждены несколько частных домов. Во время ракетного удара по Киеву 7 февраля Россия применила свое новейшее оружие – гиперзвуковую ракету «Циркон». К такому выводу пришли специалисты Киевского института судебных экспертиз после изучения обломков снаряда. Эксперты также отметили, что ракета была выпущена в зону, где нет военных объектов. Повреждена только гражданская инфраструктура и пострадали мирные жители. Напомню, 7 февраля над столицей Украины и возле нее было сбито около 20 воздушных целей. При этом российская атака забрала жизни четырех человек. Еще 38 получили ранения. И стали известны имена еще четверых моряков, пропавших без вести во время атаки на корабль «Новочеркасск». Его ВСУ потопили в конце декабря. Из почти 80 членов экипажа погибшим официально считается только один матрос. Россия умышленно умалчивает о своих потерях как в людях, так и технике. Так, гибели боевого катера «Ивановец», который Украина затопила в ночь на 1 февраля, Москва до сих пор никак не прокомментировала. Какие еще потери скрывает Кремль, узнал Андрей Дмитренко. С момента удара по десантному кораблю «Новочеркасск» прошло примерно полтора месяца. Несмотря на это, родственники членов экипажа корабля все еще не могут добиться сведений о своих родных, которых Минобороны РФ называет пропавшими без вести. Однако журналистам удалось выяснить имена еще четырех моряков. Речь идет о 22-летнем Никите Дружинине, 26-летнем Владиславе Лапко, 25-летнем Василии Шевченко и 33-летнем Алексее Ушакове. В соцсетях родственники публикуют посты, в которых высказывают надежду, что мужчины выжили и лежат в госпиталях под чужими фамилиями. «Мы связываемся с начальством и сами тоже кое-что выясняем. Нашего не нашли еще. Нам ничего толком не говорят. Я вообще надеюсь, что он живой. Не знаю как, но жив». Сестра Алексея Ушакова в комментарии можем объяснить. Еще один провал, который Россия предпочитает не комментировать, это уничтожение ракетного катера «Ивановец» во времена оккупированном Крыму в ночь на 1 февраля. По данным военно-морских сил Украины, на борту катера были противокорабельные ракеты, «Москит» и около 40 человек экипажа. Затонувший «Ивановец» был гордостью Черноморского флота России. Страна-агрессор имеет всего три таких судна. Стоимость одного составляет десятки миллионов долларов. В военно-морских силах Украины заявляет, что потопление катера привело к нестандартной ситуации для Черноморского флота России. Но случай, произошедший с их ракетным катером, они несколько дней обдумывали, разбирали. После этого был приостановлен учебный процесс, что уже является нестандартной ситуацией для Черноморского флота. После этого, как они решили, что уже можно безопасно выходить в восточной части Черного моря, продолжали выходы в море. Дмитрий Плетенчук, спикер военно-морских сил Украины, в эфире марафона «Едине новыны». Эксперты утверждают, что независимо от реакции Кремля, подобные инциденты в Черном море будут продолжаться. Несмотря на то, что Украина практически не имеет собственного флота, она смогла разработать формулу поражения флота Российской Федерации. Также аналитики отмечают, что уничтожение боевого катера «Ивановец» является частью масштабной стратегии по демилитаризации временно оккупированного Крыма. У нас есть инструменты, которыми будет продолжаться вот это наступление на море. Мы говорим в том числе и о флотилии морских дронов. В частности, напомню, что «Ивановец» как раз и был поражен, и все поражения удачны морскими дронами проекта «Магура». Сегодня усовершенствуется и этот проект, есть еще и много других сюрпризов, которые враг ощутит на поле боя. И не забываем, что, как пообещал командующий военно-морских сил, вооруженных сил Украины адмирал ВНИШПАПА, в этом году должна определиться и решиться судьба крымского незаконного строения, которое называется Керченский мост. Россия в Черном море сталкивается с серьезными проблемами, несет боевые потери, в частности от применения новых революционных средств, такие как безэкипажные катера дистанционного управления и морские беспилотники. Черноморский флот РФ отрезан от своей основной логистической базы временно оккупированного Севастополя. По данным военно-морских сил ВСУ, уничтожено 25 боевых единиц российского флота, а еще 15 имеют существенное повреждение и находятся на ремонте. И к другим важным темам дня. Соединенные Штаты поддержали решение ЕС по использованию российских активов в интересах Украины. Как заявили в Госдепартаменте США, Россия должна заплатить за нанесенный ущерб. А в Международном валютном фонде добавили, для предотвращения рисков необходимо, чтобы все решения об аресте замороженных российских активов были подкреплены юридически. Всегда нужно быть уверенным, что все, что вы делаете, имеет достаточную юридическую поддержку, чтобы у вас не было риска в будущем. Специалисты фонда продолжают внимательно следить за ситуацией. В частности, мы намерены оценивать влияние инициативы Евросоюза на отдельные страны и мировую экономику в будущем. Гита Гапинат – первый заместитель директора распорядителя МВФ «Комментарии Форейн Полиси». Путин ошибается, если думает, что поддержка для Украины ослабевает, заявила глава МИД Германии Аналина Бербак на встрече веймарского треугольника с министрами иностранных дел Франции и Польши. И подчеркнула, что помощь не прекратится, ведь инвестиции в Украину усиливают безопасность всей Европы. Кроме этого, Бербак отметила, что поддержка Киева может стать более эффективной, если Париж, Варшава и Берлин усилят координацию между собой. Если Путин стремится разделить Европу, то он добился прямо противоположного. Мы вместе задаем курс, выполняя наши обещания, данные людям не только в Украине, но также в Молдове и на Западных Балканах. Жить в мире, свободе и безопасности в нашем общем Европейском Союзе. Завтра состоится очередное, уже 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Встреча пройдет в онлайн-формате. Как пишет ряд европейских изданий, одно из главных тем заседания будет поставка Украине боеприпасов. Напомню, по данным Пентагона, с момента создания контактная группа выделила Киеву более 80 миллиардов долларов военной помощи. Международная федерация хоккея на льду продлила отстранение сборных России и Беларуси от соревнований на сезон 2024-2025. Таким образом, обе национальные команды пропустят ближайший чемпионат мира, а белорусская сборная еще и отбор на следующую Олимпиаду. Напомню, МОК разрешил спортсменам из России и Беларуси выступить на играх в Париже под нейтральным флагом. Однако эту идею не поддерживают многие страны и призывают полностью отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований. В Москве вспыхнул пожар на заводе МИГ, который занимается полным обслуживанием. От конструирования до ремонта одноименных истребителей, носителей ракет-кинжалов, которыми РФ регулярно обстреливает мирные украинские города. В российском МЧС заявили, что в одном из цехов, который был на реконструкции, загорелся мусор. Сотрудников завода эвакуировали. Упаковка меньше, цена выше. В России вводят новую формулу так называемой шинфляции, когда производители за счет уменьшения объема товара создают видимость стабильности экономики. Журналисты русской службы Би-Би-Си провели исследования и узнали, на каких товарах спекулируют чаще. А еще выяснили, что в России дорожает больше всего. А что подорожало? Да, все подорожало. Все подорожало. Все подорожало. И сыр подорожало, и масло подорожало, и мясное. Мясное вообще бешеное. Да, рыба подорожало. Рыбу невозможно уже брать, как мясо стало. На повышение продовольственных цен жалуются жительницы Башкортостана. Но такая ситуация по всей России. Стоимость базовой продуктовой корзины растет с каждой новой неделей. Яблоки, фрукты, все подорожало. Пойдешь в магазин, тысяча рублей. Ничего не купишь, тысяча рублей нет. Журналисты русской службы Би-Би-Си провели собственное исследование. Сравнили рост цен на 59 товаров за последние три года. 16 позиций подорожали более чем в половину. Сильнее всего выросли в цене бананы, огурцы и кабачки. Чтобы создать видимость отсутствия инфляции, производители идут на хитрость. Уменьшают объем упаковки, оставляя цену на прежнем уровне. После начала полномасштабного вторжения в Украину, утверждают авторы исследования, шрингфляция приобрела новую форму. Упаковка уменьшилась, в то время как стоимость товара выросла. Ну здесь сколько граммов? Оно такое маленькое, как, знаете, сырки вот эти вот дружбы были. Раньше покупали. 100 грамм здесь в этом масле. Вот еще тоже, кстати, эко-милк. 180 грамм, 72,5 процентов, 184 рубля. Это масло побольше. Это они, видимо, практикуются на упаковках, на граммах. 1,8, 250 рублей. Такое масло. Слобода 2,7, 350 рублей. Большое. Мы же не можем без повышения работать, раз нам такой ценой товар дают. А покупатели как реагируют вообще? Ну, дорого, дорого, говорят уж. Пенсия маленькая же, зарплата маленькая. Вот несколько примеров. Колбаса раньше весила 500 грамм и стоила 263 рубля. Сейчас за 400 грамм такой же придется заплатить 280 рублей. 150 грамм йогурта стоили 27 рублей. Сейчас 130-граммовая упаковка обойдется в 38 рублей. Эфляцию, она никуда не девается. То есть вот свежие данные на 5 февраля Росстата 7,3 процентов годового выражения. То есть все то же самое. Ничего, никаких признаков замедления нет. Ну и вот я составил такую таблицу. У нас хит-парад товаров, которые наиболее сильно подорожали с начала года. Огурцы у нас рулят 26,5 процентов. Это рост всего за 5 недель. Прикинь? То есть огурцы – это новые яйца у нас. Ну и дальше. Видно, что сейчас раньше были курицы с яйцами. Сейчас вторая история – это вот овощи и фрукты. Острой проблемой остается и стоимость яиц. В конце прошлого года в России случился настоящий яичный коллапс. За два месяца товар подорожал в среднем на 34 процента. В городах выстраивались очереди. Яйца стали продавать поштучно. Тема поднималась на прямой линии диктатора Путина. В Кремле обещали решить вопрос за счет импорта. Я не знаю, камера передаст или нет. И передаст. Вот такое маленькое прям яйцо. И 106 рублей. О, акции. Ситуация с ценами на яйца до сих пор критическая. В путинской России вводят субсидии на покупку продукта. Что является еще одним звоночком. Режим стремительно теряет контроль над экономикой. В Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте. Как сообщил министр внутренних дел страны, около двух часов дня по местному времени в районе Ильич провинции Эрзинджан случился оползень. По предварительным данным, под землей могут находиться как минимум 9 человек. На месте происшествия работают спасательные службы. Также турецкое правительство инициировало расследование катастрофы. Йеменские хуситы в очередной раз выпустили несколько ракет по Балкеру в Красном море. Сухогруз, принадлежащий греческой компании, шел под флагом Маршаловых островов. Он вез кукурузу. Как сообщалось, никто из членов экипажа не пострадал, и судно направляется в следующий порт. Два человека, мать и сын, были ранены в результате ракетной атаки боевиков Хизбаллы по приграничному израильскому городу Кирятшмана. Пострадавших эвакуировали в больницу на вертолете. Их состояние оценивают как тяжелое. Сделать паузу на шесть недель в боевых действиях Израиль и террористов Хамас призвал президент США Джо Байден во время встречи с королем Иордании Абдалой. По словам американского лидера, с одной стороны это может способствовать освобождению всех заложников, а с другой увеличить объем гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа. Кроме этого, Байден подчеркнул, что временное перемирие может стать первым шагом к установлению продолжительного мира в регионе. Мы активно работаем ради мира и безопасности, как палестинского народа, так и израильского народа. И я работаю над этим день и ночь. Соединенные Штаты работают над соглашением между Израилем и Хамас об освобождении заложников. И это соглашение рассчитано на продолжительный период, как минимум на шесть недель. Оно принесет спокойствие в секторе Газа. После чего мы сможем приступить к рассмотрению вопроса по более прочному миру. Армения не союзник России в ее войне против Украины. Об этом накануне заявил армянский премьер-министр Никол Пашинянов. По его словам, Ереван больше не ориентируется на Москву и даже может пересмотреть свое членство в ОДКБ. Подробнее о том, как Россия теряет союзников, Кристина Домбровская расскажет. С 1 февраля в Армении вступил в силу римский статут. Государство, ратифицировавшее документ, обязано арестовать президента России Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны согласно ордеру Международного суда в Гааге. Россия уже назвала этот шаг Еревана недружественным. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на вопрос, арестуют ли Путина в случае его приезда, сказал, что это будут решать соответствующие юридические органы. Что касается юридических тонкостей, я не могу сейчас проводить юридический анализ, потому что это работа юристов. Армения, как ответственное государство, должна оставаться приверженной всем своим международным обязательствам. Позвольте мне открыть вам секрет. После 2018 года в Армении произошли большие демократические реформы. И я не решаю, кого арестовывать, а кого не арестовывать. Россия больше не может быть основным военным партнером Армении по объективным и субъективным причинам, уверен Пашинян. По его словам, Ереван стремится к более тесным связям с Соединенными Штатами Америки, Франции, Индией и Грузией и не является союзником России в войне против Украины. Когда война в Украине только началась, я дал интервью СНН и сказал, что в этой ситуации мы не являемся союзником России. И это реальность. Это не означает выбор между Россией и Западом, несмотря на последствия войны в Украине. Никол Пашинян, премьер-министр Армении, в интервью The Telegraph. Ранее в оборонном секторе Армения сотрудничала в основном с Российской Федерацией. Однако теперь страна может пересмотреть свое членство в организации договора о коллективной безопасности. В 2023 году страна отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории, а также не принимала участие этой организации и в Беларуси. В ноябре 2023 глава правительства Армении не приехал на Минский саммит лидеров ОДКБ. В то же время в сентябре страна провела на своей территории совместные с США военные учения, задачей которых была подготовка к участию в международных миротворческих миссиях. По словам экспертов, чтобы стать полностью независимой от России, Армения должна искать новых союзников. Российская власть – это зло, которое наносит нам ущерб, которое постоянно на нас. Когда мы поняли, чего добивается российская власть военной в Украине, мы поняли, что мы должны быть двумя руками и ногами за Украину. Потому что сегодня Украина борется за всех нас. В сентябре 2023 года Армения впервые передала Украине гуманитарную помощь. А уже через месяц президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты. Украина существенно продвинулась в производстве боеприпасов. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. И отметил, что в прошлом году в два с половиной раза был увеличен выпуск артиллерийских снарядов и в 42 раза минометных. Шмыгаль также подчеркнул, что Украина солидарна с подходом канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал страны ЕС объединить свои военные заказы для создания крупномасштабного производства. В приоритете также совместное оборонное предприятие, в том числе с локализацией производства на территории Украины. Над этим работаем с немецким концерном Rain Metal. Есть договоренности с американскими, польскими, турецкими, британскими партнерами и с другими странами. С помощью партнеров будем и дальше усиливать наше ПВО. Надеемся на скорейшее поступление самолетов F-16, для обслуживания которых активно готовим инфраструктуру. Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга украинской армии, независимый от центров комплектования. Там не выдают повестки и не отправляют на войну, а только консультируют. Как будет работать пилотный проект Министерства обороны и какие специальности наиболее востребованы сейчас в украинском войске, узнали наши львовские коллеги. 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила предложила нам следующие вакантные должности. Боевой медик взвода, водитель-электрик, водитель, гранатометчик и механик-радиотелефонист. Далее в списке у нас есть краткое описание каждой вакансии. В новом центре пятеро специалистов ежедневно принимают посетителей. Здесь консультируют всех желающих о работе в украинском войске. Уверяют, центр не будет иметь отношение к структурам ТЦК, а рекрутеры не являются военнослужащими. Мы задаем общие вопросы, спрашиваем имя человека, чтобы мы могли с ним общаться. Эта информация никуда не подается. Мы не интересуемся ни местом жительства, не берем паспортных данных, чтобы человек не боялся, что эту информацию сольют. Мы предоставляем информацию по вакансиям. После того, как мы видим, что человек чем-то заинтересовался, мы контактируем с воинской частью и организовываем непосредственно встречу. Если после консультации человек готов идти служить на одну из предложенных должностей, здесь же на месте можно оформить и первый пакет документов, с которым потом необходимо будет отправиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Когда мы говорим о рекрутинге, мы говорим добровольно, сознательно, понятно, что мы делаем, куда мы идем и как мы себя хотим найти в армии, какое мы хотим найти место, чтобы защищать родину. Это прекрасная возможность. Здесь гражданские люди, сюда можно прийти и просто пообщаться. Идея создания рекрутингового центра заключается в том, чтобы у желающих вступить в ряды Вооруженных сил Украины была возможность выбрать желаемую профессию в армии. Кроме того, сейчас можно заключать как срочные контракты, так и контракты до объявления демобилизации. Такие центры нужны, чтобы мы с человеком могли поработать, посмотреть на его психологические, нравственные, деловые качества. Не просто так брать человека с улицы, не зная, кто он такой, а его изучить, тем более, что сюда он придет добровольно. Это большой шаг, чтобы пополнить наши ряды и, соответственно, набрать квалифицированные кадры. Пилотный проект во Львове должен показать, насколько эффективной будет такая практика. В планах открывать подобные рекрутинговые центры в других регионах и городах страны. Чтобы всегда оставаться в курсе актуальных событий, подписывайтесь на телеграм-канал Freedom. Новости там обновляются оперативно, а еще в доступе эксклюзивное видео и экспертные комментарии. Чтобы найти страницу, сканируйте код на экране и переходите по ссылке. Далее говорить о важном продолжат мои коллеги из информационного марафона. Он продолжит эфир всего через несколько минут. Дождитесь и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжается информационный марафон на телеканале Freedom. Хочу напомнить, что сегодня вечером для вас работает команда «Один плюс один медиа». До полуночи о работе этой огромной команды буду отчитываться перед вами я в этой студии, Алексей Лихман. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что нам доверяете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова